Сегодня в 3 часа дня в Екатеринбургском дворце спорта при скоплении 2000 трудящихся состоялся митинг протеста, организованный областной федерацией профсоюзов. Вообще эта акция не эксклюзивная. Аналогичные митинги прошли сегодня по всей России, но фишка Екатеринбургского протеста в том, что он происходил под крышей, сидя в креслах. Шок сезона. Такого в России больше нигде нет. Протест, но в то же время сухо и комфортно. Речь, как и на прошлонедельных митингах, сегодня велась о новом проекте Кодекса законов о труде, лаконично ГЗОТ. Корреспонденты 9,5 уже сообщали, что на сегодня есть два варианта нового ГЗОТа. Правительственный и депутатский от фракции КПРФ. Правительственный сегодня со льда Дортоспорта ораторы называли драконовским, сильно ущемляющим права пролетариата и так далее. Можно было бы поговорить немного о сути двух вариантов ГЗОТа, но это бессмысленно, потому что еще на прошлой неделе стало ясно, что депутаты Госдумы правительственный кодекс не примут. Обе версии ГЗОТа отозваны на доработку в согласительную рабочую группу. Вероятно, под давлением трудовых масс оба проекта сведут к некоему симбиозу консенсуса. То, что сегодня лидеры областных профсоюзов и коммунистов говорили в микрофон, малоинтересно, потому что предсказуемое из ТОРО – права трудящихся, буржуазное правительство и все такое. Гораздо любопытнее, о чем говорили между собой не профбоссы, а простые митингующие, ну и те, что сидели в креслах. Большинство, конечно, молча сидели и внимали ораторам. Автору этих строк довелось оказаться в самой гуще коммунистов, где были представители и обкома, и горкома КПРФ, и посреди красных вашему покорному услуге удалось обнаружить Кадыра Левинского, бывшего начальника вертолета и активиста Жириновца, а ныне заведующего орготделом Чкаловской районной партии Чеки. И Кадыр Рахматулыч, как всегда, поведал суровую правду жизни. Его соседи, товарищи по партии, поддержали. Товарищ Левинский сегодня нынешние профсоюзы называл не иначе, как «тухлые». С некоторой обидой даже коммунист Левинский посетовал на то, что на прошлые митинги КПРФ и профсоюзы ходили разными колоннами, а сейчас вдруг профсоюзы взмолились, запросили помощь коммунистов и резюме. Только вместе мы можем продавить правильный зод. И еще Кадыр Левинский, помимо прочего, рассказал под шумок громких речей трогательную историю. Вот, говорит, получаю я, бывший летчик, тысячу рублей в пенсии. Что это? Десять килограммов колбасы. На это автор данных строк парирует. А вы скромнее будьте, кушайте вареную, по 50 рублей хватит на 20 килограммов. Математику-то учил, а Кадыр Рахматулыч на этом молвил поистине великую фразу. Но ведь тогда это укоротит мой физический потенциал.